День почерка во всем мире отмечают 23 января. В эру информационных технологий мы все реже пишем от руки. Чистописание и каллиграфия практически канули в лету. Искусством оформления знаков в экспрессивной и искусной манере сейчас владеют единицы. В гостях у художника-каллиграфа Александра Горшкова побывала наша съемочная группа. Старосколец Александр Горшков искусством каллиграфии увлекся пять лет назад. Профессия заставила. Он графический дизайнер. Теперь может создавать авторские шрифты. Учился по видеоурокам в интернете, учебникам и прописям. Есть так много стилей, так и много инструментов под них. Какие-то дадутся вам легко, а какие-то, может быть, и вовсе не дадутся без мастера, который будет как в школе стоять и подправлять тебе руку на каждой букве. Не знаю, все приходит с практикой. Кому-то легче, кому-то дольше. Но это действительно исписываются тонны бумаги, какие-то просто огромные стопки прописей. Просто делай, делай, делай. Почерк – наше все. По нему можно составить психологическую характеристику человека. Буквами можно выразить себя и рисовать. Александр каллиграфию на бумаге превращает в живопись. В картины и иллюстрации он обязательно добавляет слова. Мастер уверен, что каллиграфия – это бесконечный рост, ведь одну букву можно учить несколько лет. Для того, чтобы начать заниматься каллиграфией, нужно не так много. Время, желание и базовый набор, который обойдется не больше тысячи рублей. Поначалу вам пойдет обычная бумага, снегурочка, вам пойдут обычные чернила, не за бешеные деньги, а за сущие копейки. Да, господи, любой аналог пера плоского, я даже иногда использовал, есть дорогие маркеры. А в некоторых ситуациях рисовать можно даже квадратной губкой для посуды. Было бы желание, было бы настроение. То есть она заменит вам фирменный маркер в какой-то степени на период обучения. День ручного письма призван напомнить о том, что это настоящее мастерство. Почерк – уникальное зеркало человека. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко, Александр Балакин, 9 канал.